Итак, добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Я рад приветствовать вас на нашем вебинаре. Сегодня, конечно же, во многих регионах идет уборка, и многие не смогут подключиться к данному вебинару. Но мы приветствуем тех, кто подключился, у кого есть такая возможность. Хотел бы, конечно же, в первую очередь сказать о том, что у нас будет доступен чат в нашей презентации, в нашей трансляции, которая будет на официальном сайте доступна. Там вы можете перейти в чат, где вы оставите свои комментарии, на которые мы ответим в конце нашего вебинара. А на те вопросы, которые мы не ответим, сразу онлайн, мы подготовим, конечно же, развернутый ответ и напишем их уже в нашем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на YouTube-канал, где мы регулярно показываем свои видеоролики о наших опытах, о наших интересных наблюдениях в области средств защиты растений, растеневодства. Хочу сказать, что наша компания, как вы все знаете, прекрасно развивается не только в производстве средств защиты растений, но и двигается в направлении селекции семеноводства. У нас есть собственный селекционный центр «Битогран-семена», где мы выводим новые сорта и гибриды различных сельскохозяйственных культур, таких как сахарная свекла, озимая пшеница, подсолнечник, соя. Помимо этого, у нас есть собственное производство противоградовой сетки, агрохимикатов на полевые культуры, на сады, виноградники. Мы в этом направлении двигаемся. Есть своя собственная линейка сельхозтехники, сборкой которой мы занимаемся в России. И, конечно же, агросопровождение, которое мы оказываем нашим клиентам, нашим партнерам. Вот сейчас коллеги мне подсказывают, что со звуком у нас все хорошо. И да, я, конечно, хотел еще представиться, сразу это не сделал. Меня зовут Ксыкин Иван. Я технолог по зерновым и зернобобовым культурам компании «Щелку Агрохим». Занимаюсь позиционированием и продвижением препаратов на таких культурах, как азимая пшеница, соя, горох, зернобобовые, зерновые. И помогаю разобраться в том обилии ассортимента, в том портфеле, который у нас есть, на эти культуры. Хочу отметить, что на зерновые у нас только 67 препаратов по защите растений и по питанию. И сегодня мы поговорим о том, как подобрать протравитель, как выбрать из того ассортимента, который у нас есть, протравителей, как подобрать протравитель, который подойдет именно для вашего хозяйства, для вашего поля, для ваших предшественников, по которым вы будете высевать культуры зерновые, колоссовые в этом сезоне. Сезон 23-24, так сказать, уже не за горами, потому как во многих регионах идет уборка, и многие регионы начнут сев азимых зерновых уже с конца августа, и постепенно-постепенно будет двигаться пассивная кампания. И для того, чтобы получить развернутую информацию по препаратам, мы решили провести данный вебинар. Так, и перейдем к анонсу того, о чем мы сегодня поговорим. Поговорим мы прежде всего о факторах стабильного урожая зимой пшеницы, что она влияет на формирование и раскрытие потенциала зерновых. Поговорим, как защитить семена снаружи и изнутри, об условиях максимальной эффективности препарата для защиты семян, на какие показатели стоит обратить внимание. Так, коллеги подсказывают, что у меня тут немного замерло видео. Сейчас мы сделаем перезагрузку камеры. И, конечно, поговорим, на какие показатели обратить внимание при выборе протравителя. Какие действующие вещества помогут от вредителей на ранней стадии развития культур. Какие препараты нужно применить для стимуляции и питания семян. И о тех моментах, которые помогут повысить продуктивность зерновых в севе сезона 23-24. Так, ну и давайте перейдем к первому блоку. Это факторы стабильного урожая азимой пшеницы. Вот на данном слайде вы видите основные компоненты, за счет которого пшеница и зерновые, в целом, азимый ячмень, могут реализовать и реализуют потенциал своей продуктивности. Конечно, первым фактором, неотъемлемым и очень важным, является число проростков и густота стояния посева. На что это влияет? Какие отрицательные факторы на это влияют? Конечно же, это переувлажнение и засуха. Если складываются засушливые условия и нет почвенной влаги для оптимальных условий развития, ну, не складываются оптимальные условия развития, обычно эти условия многие называют нетипичным сельскохозяйственным сезоном. По-моему, этот сезон повторяется из года в год, то в осеннюю кампанию, да, посевную, то в весеннее развитие, формирование потенциала зерновых. Но, тем не менее, мы от этого фактора очень сильно зависим, от погодных факторов, биотических факторов. Если у нас переувлажненный год, то мы видим, как работают наши препараты активно, да, в засушливых условиях проявления болезней не так ярко выражено, но при переувлажненных оптимальных условиях, вот как в этом году, да, в весенний период нас заливали дожди, и растения, конечно же, подвергались поражению и распространению болезней, вот. А в осенний период, наоборот, была ситуация ближе к засухе, починой влаги не хватало, это если говорить про южные регионы. Если говорить про центральную Россию, конечно же, там влага не давала посеять в оптимальные сроки, и это повлияло, конечно же, на формирование потенциала. Конечно же, плохое качество семенного материала могут повлиять на наши всходы. Это неправильно подготовленный семенной материал, это битое, колотое зерно, это мусор, камни, полова, да, это все влияет на качество нанесения препарата. Далее, протравливание семян, ну, почему мы здесь сегодня собрались, да, правильность выбора препарата. И, конечно же, технологические приемы, операции, которые нас сопровождают при севе, это неправильный посев, это сроки сева, это норма высева семян. Все это зависит, конечно же, от цели возделывания, ну, я имею в виду нормы высева, да, от качества семенного материала, его полевых, посевных показателей, способов сева, климатических условий, насколько развивается в этот период, ну, складывается погода, от состояния почв и имеющейся техники. От глубины заделки семян, да, это немаловажный фактор, и на этом факторе я хотел заострить внимание, насколько влияет глубина посева семян на развитие азимой пшеницы. Посмотрите на слайде, вы видите, как должно быть, какая должна быть глубина и как должно развиваться растение при оптимальной глубине, и как получается, когда мы заглубляем посевы. Если мы вымеляем посевы, то у нас, конечно же, пересыхает слой, где у нас находится семя, да, и может быть провокационная влага, которая будет давать потом, ну, повреждения и гибель растений, но тем не менее, выдерживая оптимальную, прошу прощения, глубину сева, мы получаем стабильные всходы, хорошее развитие, а далее перезимовку, потому что у нас закладывается правильно узел кущения, и от этого зависит перезимовка. И при глубокой заделке, конечно же, рост надземной части стебля, ну, надземной части будет истощенным, растение будет поражаться различными заболеваниями, болезнями, да, и будут вызываться различные заболевания. И будет тратиться основная часть эндоспермы, которая заложена в семя, его энергия и проросток будет ослабленным, и дальнейшее развитие будет, ну, как бы уже плохое. Давайте перейдем к следующему фактору, который влияет на развитие растений, это, конечно же, здоровье почвы. На сегодняшний день одним из важных факторов является этот качественный показатель, и он, конечно, влияет на качество нашего урожая, на его стабильные показатели. И о здоровье почвы, о здоровье почвы компания Щелку Агрохим, конечно же, думает, и мы, как производители средств защиты растений, понимаем ответственность за неправильное применение этих средств аграриями, да, и уменьшаем, конечно же, химическую нагрузку различными технологическими приемами в производстве средств защиты растений. Ну, конечно же, мы идем в направление оздоровления почвы и создаем продукты, которые помогают нам в этом направлении работать. Почему нам это важно? В борьбе за стабильные урожаи всех абсолютно культур, независимо от того, зерновые это или не зерновые, мы стремимся к балансу условно-патогенной микрофлоры между условно-патогенной микрофлорой и условно-супрессивной микрофлорой. Этот баланс должен быть выдержан для того, чтобы мы получали стабильные урожаи, для того, чтобы усваивались те элементы питания, которые есть в почве, и снижаем риск заболеваний различными патогенами наших растений, которые мы выращиваем. Будь это подсолнечник, будь это зерновые, будь это соя, различные технические культуры. Мы, конечно же, стремимся к оздоровлению почвы. Борьбе с фузариозом, который в большей степени с каждым годом набирает обороты, и его распространение мы видим. Подавление возбудителей корневых гнилей, как раз-таки фузариоз и вызывает одну из корневых фузариозных гнилей. Улучшением структуры почвы. Ну и, конечно же, повышением плодородия, потому что накопление и органическое вещество играют большую роль в повышении плодородия. Компания «Щелка Аграхим» в этом направлении работает, и мы хотели бы, конечно же, получить от вас обратную связь. Насколько вы озабочены оздоровлением почвы, насколько в этом направлении вы работаете. И, пожалуйста, напишите в комментариях, работаете ли вы препаратами микробиологическими. И мы на рынок вывели два препарата, которые работают с почвой, которые работают для оздоровления почвы. Это «Биокомпозит Коррект» и «Биокомпозит Диструкт», который как раз-таки помогает переработать пожневные остатки, убрать те патогены, которые есть на пожневных остатках, которые формируют пул и запас инфекции. И два таких продукта. Я сегодня об этом мероприятии и о этих продуктах не буду рассказывать. Мы сделаем отдельный вебинар на эту тему по применению микробиологических препаратов, по результатам применения данных препаратов, исследования, которые проводятся для этого. И единственное, хочу задать вам вопрос. Пожалуйста, напишите в комментарии, применяете ли вы деструкторы стерни, применяете ли вы продукты, которые повышают плодородие, которые снижают фитопатогенный фон на ваших почвах. И, конечно же, напишите, какие используете продукты. Грибы, бактерии, на основе каких микроорганизмов вы используете продуктов. Ну и перейдем дальше к теме уже, как защитить наши семена снаружи и изнутри. И условия максимальной эффективности препарата для защиты семян. И в этом блоке у нас будет, конечно же, много рассуждений по поводу того, как важна препаративная форма препарата, какую она играет большую и важную роль в защите растений, и какими функциями мы наделяем препарат, заключая действующие вещества в препаративную форму. И чтобы вам немного рассказывать об этом научном прорыве, который сделала компания «Щелкова Врахим», я хочу показать данное видео и прокомментировать основные моменты. Покажу, конечно же, вот в таком ракурсе в разрезе семя в сравнении с традиционной препаративной формой. И обратите внимание на данный слайд, что наноразмерность частиц в препаративной форме микроэмульсия в разы, а то и в десятки раз меньше частиц, которые используются при производстве препаративной формы концентрации спензии. Это те распространенные препараты, которые есть на рынке для защиты семян, которые выпускаются в этой препаративной форме. И давайте перейдем к видео. На данном видео мы продемонстрируем, как формуляция влияет на скорость проникновения и как защищает и обволакивает растения, а точнее семя изнутри и снаружи. Вы посмотрите, как наносятся два препарата в микроэмульсии и в концентрате суспензии, как идет распределение препарата по поверхности в данный момент фильтровальной бумаги. Это же происходит и на семени. Как глубоко проникает препаративная форма микроэмульсия в сравнении с концентратом суспензии. Это очень важно оценивать. Почему? Потому что мы закрепляем действующие вещества не только на поверхности и окрашиваем. И вот данный опыт подтверждает, но и защищаем семя изнутри. Вы видите, что мы заранее подготовили, смоделировали ситуацию протравливания семян и здесь два препарата использовалось на основе концентрата суспензии, на основе микроэмульсии. И посмотрите, как лаборант делает надрез и что мы видим. На препарате, использованной для обработки в виде препарата концентрата суспензии, мы видим только прокрашивание и проникновение препарата на поверхность семени. А где микроэмульсия, мы проникли внутрь семени и покрыли семя снаружи. Как влияет на скорость проникновения? Здесь вы можете посмотреть как раз-таки моделирование той ситуации, когда мы подготавливаем рабочий раствор и где остается в большей степени препарата. В препаративной форме концентрата суспензии и в препаративной форме микроэмульсии. Это очень важно, потому что много препарата теряется во время обработки. И наш целевой объект семя должно максимально получить данный препарат, данную защиту. И эти потери видно наглядно в лабораторных условиях. А еще вы видите эти потери наглядно у себя в хозяйствах, когда применяете классические препараты для защиты семян в препаративной форме концентрата суспензии. Посмотрите, какое отличие и разница в потерях и нанесении препарата рабочим раствором в препаративной форме микроэмульсия. Препарат наносится на семя, остается на семени, не остается в баке опрыскивателя, не оседает, не расслаивается. И целенаправленно эти средства, потраченные на защиту семян, идут именно на защиту семян без потерь в качестве обработки. А здесь мы смоделировали ситуацию потерь уже действующих веществ семени, когда семена протравлены, когда они доставляются, засыпаются в сейлку, когда они доставляются на поле. И посмотрите, здесь механическим способом мы постарались смоделировать эту ситуацию в потерях, и вы видите, какие потери при использовании препаратов в традиционной классической препаративной форме концентрации спензии и микроэмульсии. Эти потери наглядно видно. В окрашенных рабочих органах, селки, и мы видим, что микроэмульсия защищает максимально быстро и полно проникает вглубь семени, защищает снаружи и изнутри и обеспечивает качественную обработку. А самое главное, обеспечивает совершенную защиту семени снаружи и изнутри. И давайте перейдем теперь к следующему слайду. Это влияние внешних факторов на стабильность действующего вещества в протравителе. Как мы видим схематично, у нас здесь представлены 2 обработанных семени, 2 препаративные формы, концентрацию спензии, микроэмульсии. Здесь влияние внешних факторов имеется в виду влияние внешних факторов, когда семя лежит у вас в складе, уже протравленное. На него влияет свет, температура. Когда мы семя уже посеяли, на него влияет PH почвы. Когда мы семя посеяли, на него влияют микроорганизмы, которые начинают расщеплять действующее вещество. И, конечно же, механическое воздействие, но это при транспортировке и уже непосредственно в север. Ну и другие факторы. Влага почвенная. И вы видите, насколько минимальны эти потери при использовании препаративной формы микроэмульсии. Потому что действующие вещества, препарат, находятся на поверхности семени и находятся внутри семени. Поэтому это очень важно оценивать при выборе препарата и действующих веществ. И давайте перейдем на какие показатели стоит обратить внимание при выборе протравителя. Конечно же, нужно учитывать фитоэкспертизу семян. Это неотъемлемая процедура, это неотъемлемый прием при подготовке семенного материала к протравливанию. Почему? Потому что мы должны знать, что у нас находится на поверхности семени, что у нас находится внутри семени. Если вы посмотрите схематично, где располагаются патогены различных заболеваний, которые вызываются этими патогенами, то вы видите, что пыльная головня скрывается прямо у самого зародыша внутри семени. А фузариоз находится под алироновым слоем. И очень важно при выборе действующих веществ, а именно препаратов и технологических препаративных форм, знать эту информацию. Потому что тогда мы будем эти заболевания контролировать, эти патогены. Почвенная инфекция. Она, конечно же, у нас находится в почве, на пожневных остатках, на растительных остатках. И та условная патогенная микрофлора, которая мы можем получить информацию при микологическом анализе почвы, которую, к сожалению, многие не делают и не знают, что там у нас есть. Стерильной почвы, к сожалению, нет. И эти патогены в дальнейшем, конечно, вызывают и листовые заболевания. Но мы сейчас говорим о семенных и тех болезнях, которые могут быть при прорастании молодого проростка. И три причины, почему нужно выбрать протравители щелкового грахима. Инновационные препаративные формы, о которых мы поговорили. Сочетание эффективных, высокоэффективных действующих веществ, которые защитят проросток, корневую систему и обеспечат длительную защиту. И, конечно, росты, стимулирующие корнеобразующие добавки, которые повысят полевую схожесть, сформируют мощную корневую систему и силят иммунитет культуры. И вы сейчас поймете, о чем я говорю. Наш портфель протравителей включает вот такое наименование препаратов. И сегодня мы можем предложить как препараты однокомпонентные, двухкомпонентные для низкого инфекционного фона, так и для умеренного и высокого инфекционного фона. И посмотрите, и обратите внимание, что в нашей линейке препаратов практически все фунгицидные протравители имеют инновационную препаративную форму, о которой я сейчас рассказывал. И те препараты, которые заключены в препаративные формы СУСПА, микроэмульсии, о которых мы тоже позже поговорим. Ну и, конечно же, препараты инсектицидного характера, которые защищают от вредителей, они находятся в традиционной препаративной форме концентрации спензии. И какой протравитель выбрать для защиты зерновых? Посмотрите, на что нужно ориентироваться при выборе протравителя. В первую очередь, конечно же, инфекционный фон. Какой инфекционный фон у вас на семени? Какой инфекционный фон у вас в поле? Какой предшественник вы выбрали для высева зерновых культур? И какой запас инфекции может быть уже на поле сформированный и многолетний? Какую технологию обработки почвы вы применяете и используете? И какие неблагоприятные погодные условия могут сложиться? Вся эта информация поможет вам выбрать протравители. И вы посмотрите, как распределяются протравители в данной таблице. От базового уровня защиты до умеренного инфекционного и высокого фона. И, соответственно, базовый средний уровень и высокий уровень защиты, когда высокий инфекционный фон. Но помимо этого, три основных крайних, которые есть в этой таблице протравителя, они обладают также физиологическим действием и повышают продуктивность, рост и развитие, которое идет уже на качественные показатели. Рост и развитие растений. И первым таким представителем роста регулирующим, обладающим физиологическим действием и работающим не только в защите от грибных заболеваний является гераклеон. Гераклеон у нас обладает еще и бактерицидным действием. Хорошо справляется с починой инфекцией. За счет чего это происходит? По механизму действия вы можете посмотреть, что тибуканазол, который входит в состав продукта данного препарата, защитит от семенной инфекции, защитит от поверхностно-семенной инфекции и окажет системное транслокационное действие. Что это значит? Когда у вас будет прорастать проросток, действующее вещество будет постепенно перемещаться в прирост и защищать, соответственно, от заражения патогенами. Азоксистробин окажет не только системное контактное действие в прикорневой зоне и защитит околосеменное пространство, но он еще и сделает превентивную защиту за счет антиспарулянтного действия азоксистробина. И за счет различных его свойств замедлять выработку этилена, усиливать работу корневой системы за счет физиологического действия и усиливать фотосинтез на молодом проростке, мы сможем оказать физиологическое действие на растение и дать максимально быстрые всходы, дружные всходы и получить уже хорошее достойное опущение, конечно же, при оптимальных условиях. Если условия будут складываться в пользу засухи, недостатка почной влаги, чудо не стоит ждать, азоксистробин здесь не поможет. И мы, конечно же, это видим в своих опытах, когда есть экстремальные условия, есть почная влага, но складываются экстремальные засушливые условия, и там выстреливают растения быстрее на препаратах, обработанные именно такими действующими веществами, которые входят в состав гераклеона, с тробелуринами. И контактное действие за счет терама, которое окажет защиту около семенного пространства, беззаразит это пространство и не даст патогенам проникнуть в молодой проросток. И также обладает бактерицидным действием. Это единственное действующее вещество в фунгицидных протравителях, которое обладает защитой от бактериозов, которое тоже у нас встречается во многих регионах. Посмотрите сравнение эффективности протравителей. Здесь мы делаем сравнение в своей лаборатории, в чашках Петри, здесь на питательную среду заранее отсевается патоген, его споры, и, соответственно, он начинает размножаться. И мы делаем лунку в питательной среде, и туда наносим препарат. И посмотрите, как сдерживает гераклеон патоген фузариум аксиспорум, который вызывает как раз-таки фузариозную корневую гниль. И если сравнивать его с препаратом, который использовался для сравнения, то мы видим, что гераклеон с задачей контроля фузариозной гнили справляется лучше. А почему? Потому что, конечно же, входящий в состав тирам хорошо и контактно на это влияет, защищая и сдерживая патоген и его развитие. Потому как это заболевание чаще всего вызывается почвенными патогенами, скрывается на почвенных и пожневных остатках. И мы перейдем к следующему продукту, это бенефис суприм. Вы все знаете наш классический уже известный продукт, который хорошо работает на среднем и высоком инфекционном фоне, защищает от семенных и почвенных инфекций. Это продукт бенефис. Мы его усилили, сделали ротацию действующих веществ. И почему он стал называться супримом? Регистрация у него, кстати, осталась та же по культурам, таким как озимая пшеница, озимый яровой ячмень, яровая пшеница, а также соя. Чем отличается у нас продукт бенефис суприм от бенефиса? Тем, что мы вместо металлоксила вводим в действующее вещество мифеноксан, потому что мифеноксан является оптически чистым изомером металлоксила. Этим самым мы снижаем токсикологическую нагрузку на почву, на растения. И об этом я ранее сказал, что мы работаем в этом направлении, уменьшаем количество действующего вещества. В данный момент применения мифеноксана, ввода мифеноксана в бенефис суприм вместо металлоксила мы снижаем количество действующего вещества в два раза. Но действующее вещество, которое мы вводим, оно никак не влияет на нашу защиту. Защита остается такой же эффективной, и системное действие мифеноксана ярко выражено. Он распределяется по растению, защищает проросток и корневую систему. И исключает высокую активность возбудителей корневых гниев, то есть подавляя эти патогены. Атибуканазол, как я уже говорил ранее, защищает и перемещается в прирост. Защищает семя от внутренних семенных инфекций, от поверхностно-семенных инфекций и, конечно, за счет своей системности перемещается в прирост и имеет защиту пророста. Аймазолил оказывает локально-системное действие и концентрируется в корневой системе и защищает корневую систему от прикорневых проблем, корневых проблем, которые могут возникать при прорастании. И давайте перейдем далее к продуктам, которые обеспечивают наивысшую защиту на высоком инфекционном фоне и, конечно же, раскрывают потенциал культуры. Почему очень важно сейчас говорить об этих продуктах? Потому что все больше и больше мы стремимся повысить рентабельность своего производства, раскрыть потенциал культур. И это очень важно делать на первом этапе становления растения, когда оно начинает прорастать, когда оно начинает прорастать в экстремальных условиях, которые складываются из года в год, как правило. И данные продукты помогут раскрыть потенциал. И давайте посмотрим, за счет чего это происходит. Комбинация трех активных компонентов обеспечивает надежную защиту. Это и тибуканазол, и протиоканазол, и перакластрабин. И два действующих вещества работают на формирование урожая. По механизму действия мы видим опять такие тибуканазол, который обладает защитой проростка, не буду повторяться, протиоканазол, который обладает системным действием с иммунизирующим эффектом и защищает проросток по мере его роста. Идет медленное перераспределение, не такое, как у тибуканазола, да, быстрое. Иперакластрабин обладает контактно-глубинным действием защиты околосеменного пространства. То есть концентрация его постепенно начинает перемещаться в глубину семени, в корневую систему, и мы оказываем тем самым профилактику развития заболеваний. Не даем заразить уже растение, которое начинает прорастать. Ну и, конечно же, как вы знаете, все стравилурины обладают физиологией. И в наших опытах это ярко выражено, когда мы используем препарат протега макс для защиты семени, мы получаем еще и продуктивное опущение, дружные всходы, и в дальнейшем высокую конкуренцию этих растений с схемами предприятия, с другими препаратами, которые встречаются в хозяйствах на сравнительных испытаниях. И посмотрите лабораторные испытания. Здесь вы видите даже как распределяется за счет препаративной формы протега макс о питательной среде. Как он сдерживает основные патогены это альтернария, это фузариум. В сравнении с традиционными препаративными формами концентрации спензии, мы видим ярко выраженный вот этот ареал красного красителя препарата, который тоже добавили в лунку. Распределение его происходит не широкая по питательной среде, ну и соответственно защита тем самым как мы видим в испытаниях меньше. Давайте перейдем к полевым сравнениям. Здесь на полевых сравнениях я подсвечу данные из Воронежской области. Это сезон 2022 года. Как вы видите дата сева 9 сентября 16 сентября извините 21 года. Здесь мы сравнивали наших два протравителя со схемой предприятия и производственный посев был обработан также нашим протравителем бенефисом еще бенефисом не супримом с применением наших инсектицидных протравителей Хорита и Эмидор Про. В схеме предприятия вы видите использовался препарат на основе флодиоксанила тибуканозола азоксистрабина и тиметоксама и давайте посмотрим какое было развитие растений осенью на первый взгляд конечно в данной фотографии не говорят о том как развивались растения на опытных вариантах и схема предприятия и применение протегомакс и гераклеона выглядели примерно одинаково да и растения в весеннем учете немного отличались по развитию и корневая система и вегетативная масса но мы видим что на протегомакс гераклеоне растения выглядят чуть больше и корневая система развита лучше а вот посмотрите уже весенний учет спустя 12 дней после применения точнее после выхода из осенне-зимней вегетации уже весенней вегетации мы видим какие различия на этом этапе и 17.05 в мае мы уже видим существенную разницу между схемой предприятия применением протегомакс и гераклеон почему бенефис здесь тоже не отставал от развития и преуспел я об этом позже чуть скажу у нас каждому протравителю идет специальные препараты которые помогают физиологически подтянуть растения и дать такую ну как бы физиологическую активность и вот полевые опыты этих сравнений точнее полевые итоги полевые итоги в виде уборки посмотрите гераклеон протегомакс и бенефис существенно отличались от схемы предприятия которая была взята за контроль здесь вы видите достоверность полученных данных с подтверждением печати из хозяйств подписью главных агрономов и давайте перейдем к нашему новому продукту который уже заключен в препаративную форму суз по микроэмульсе это инсектофунгицидный протравитель семян зерновых этот продукт в большей степени ориентирован на тех кто применяет инсектицидный и фунгицидный протравитель в одной канистре он ориентирован на тех кто не хочет смешивать протравители а хочет получить продукт здесь и сейчас для защиты от вредителей и болезней и хотел бы сказать почему получилось суз по микроэмульсе вы видите что фунгицидная составляющая будет находиться в микроэмульсе а инсектицидная составляющая которая будет заключена в препаративную форму концентрацию спензии нам в принципе и не нужно переводить в микроэмульсе потому что это контактные действующие вещества системные действующие вещества которые будут концентрироваться именно на семени и защищать от почвенных и дальнейшее за счет действующих веществ за счет их системности перемещаться в наземную часть и поэтому название препаративной формы суспа микроэмульсе посмотрите на каких культурах а именно зерновых зарегистрирован данный продукт в какой норме и против каких вредных объектов и давайте разберем комбинацию четырех активных компонентов которые защитят растения от вредителей и от болезней три действующих вещества будут работать на защиту от болезней это тибуканазол прохлораз и перакластрабин и одно действующее вещество будет работать на формирование урожая о котором я уже сказал в предыдущем протравителе ну и конечно неоникотиноид который защитит от вредителей по механизму действия я хочу выделить из этой линейки из этого состава прохлораз почему прохлораз потому что мы про тибуканазол уже услышали и про перакластрабина о его свойствах поговорили а прохлораз это действующее вещество которое обладает выраженным контактом и локально системным действием в нашем поларисе есть прохлораз и вы кто использовал поларис в своем производстве а именно те регионы которые страдают от обильного снега от затяжной вот такой теплой зимы где есть снежный покров где развивается снежная плесень вы видели как работает на таких посевах этот протравитель как он сдерживает этот патоген это действующее вещество и как раз таки обладает выраженным контактным действием на отношении почвенного патогена который вызывает данное заболевание и в максимальной степени он дезинфицирует почву вокруг семени когда семя еще находится только в стадии прорастания препарат уже начинает работать и распределяться в этой околосеменном пространстве в этом ложе и по механизму действия инсектицидного составляющего ацетомеприд это класс неоникотиноидов действующее вещество обладает системным действием это отличная защита семян корневой и корневой зон от повреждения как почвенными так и наземными вредителями имеет он продолжительный защитный эффект за счет чего это происходит если посмотреть литературные данные источники по ацетомеприду то препарат быстро разлагается и деградирует точнее медленно деградирует и разлагается с образованием 5 метаболитов эти 5 метаболитов и как раз таки обеспечивает продолжительную защиту и от почвенных и наземных вредителей быстрое токсическое действие даже когда еще нет прорастания в течение нескольких часов когда у нас семя лежит на поверхности точнее в почве мы можем уже понимать что растение защищено от вредителей которые находятся в почве потому что уже будет контакт и уже будет поражение данного вредителя за счет контактного действия и высокого токсикологического действия ну и самое безопасное действующее вещество для обработки семян и растений не накапливается в почве не накапливается в грунтовых водах поэтому применять этот продукт в составе поларискватра эффективно и с точки зрения оздоровления и накопления действующих веществ в почве мы тем самым исключаем накопление и нагрузку давайте перейдем к лабораторным и полевым сравнениям здесь вы можете видеть эффективность фургменицидных протравителей против основных патогенов которые вызывают фузариозную корневую гниль фузариум оксиспорум вызывают гельминтоспориозную корневую гниль эти независимые данные мы получили в Кубанском государственном гранном университете которые проводили исследования наших продуктов в сравнении с продуктами которые есть на рынке и поларис и поларискватра вы видите как работает в отношении этих возбудителей а также снежная плесень о которой я уже сказал те регионы которые страдают от снежной плесени где снежная плесень уничтожает большое количество посел и плохо перезимовавшие растения потом уже подвергаются либо пересеву либо уже пересеву зерновыми либо пересеву яровыми зерновыми либо другими культурами конечно же лучше такие посевы защищать и такие семена защищать в таких условиях препаратами которые имеют защиту от почечной инфекции и здесь это наглядно видно а также наша лаборатория делает проверяет эффективность фунгицидную активность наших протравителей в сравнении с протравителями которые также защищают от почечных инфекций посмотрите как работает препарат поларис куатра от фузариозной корневой гнили а также от возводителей гельминтоспориозной корневой гнили мы видим фунгицидную активность и фузарим корневая гниль на контроле как развивается посмотрите фунгицидную активность также в лаборатории нашей по снежной плесени здесь используется немножко другой метод метод высечки когда в препарат добавляется уже непосредственно питательный раствор а методом высечки туда поселяется патоген и мы смотрим как он разрастается как он развивается и мы видим что наши протравители использовали наших протравителей максимальная эффективность при остановке этого развития данных патогенов и полевые сравнения полевые сравнения нам показывают результат уже на таких предшественниках кузыревозоопасных как кукуруза гибридная кукуруза на зерно при хорошем внесении минеральных удобрений потому что мы знаем что и азот влияет на развитие этих заболеваний в почве да при прорастании в высоком минеральном фоне и вы видите какие прибавки у нас получаются все это сравнивается со схемами предприятия сравнивается с нашими продуктами которые имеют другие свойства и на высоком инфекционном фоне там где есть пузыревозоопасные предшественники нужно конечно обратить на это особое внимание и за счет чего это получается прибавка да вы видели прибавку в виде 5 с половиной центнеров с гектара прибавка ощутимая и достойная и посмотрите за счет чего это происходит за счет того что мы сдерживаем развитие болезней сдерживаем повреждения вредителями особенно когда пшеница и зерновые высеваются в оптимальные сроки хорошее развитие корневой системы за счет входящих состав стробилуринов оказывающих физиологию надземной массы когда у нас сохраняется густота растений и нет повреждений инфекциями ну и конечно же за счет этого уже формируется и большое количество продуктивных стеблей одним из факторов который влияет на формирование нашего итогового результата наших урожаев астробилурин вот здесь подсвечена информация что обеспечивает продолжительный период налива колосьев и оттока в них пластических веществ кто-то конечно в это не верит и говорит что протравитель не может оказывать этого влияния но посмотрите вот эту зависимость когда нижний ярус у вас зеленый не желтый а зеленый и он защищен уже изначально и когда вы еще производите какие-то профилактические обработки биологическими препаратами фунгицидными протравителями при каких-то уже прогнозах да и складывающихся условий вы обеспечиваете этот надлежащий зеленый ярус в чистоте соответственно у вас отток питательных веществ идет со всего растения а не только с первых трех листьев флагового подфлагового листа из стебля с колоссовых чешуй у вас идет уже отток со всего растения и за счет этого происходит и налив колоссий и отток в них пластических веществ вот так работает протравитель мы защищаем нижний ярус оставляем его максимально чистым здоровым и даем так сказать фору растению дальше развиваться и реализовывать потенциал и вот вы видите колоссия как они отличаются и как идет их выровненность по отношению со схемой предприятия и хочу конечно поговорить еще от вредителей как мы защищаем растения вот эта фотография сделана мной в реальном хозяйстве там где не применялось действующие вещества и препараты для защиты от вредителей и были оптимальные сроки для развития пшеницы пшеница была посеяна в оптимальные сроки и погода так складывалась что эти оптимальные сроки были точнее эти оптимальные условия были очень сильно продолжительное время да и из-за этого складывался и лед вредителей зерновых очень долго и продолжительно и там конечно же это наглядно видно но не стоит забывать те кто сеет не в оптимальные сроки о поченных вредителях которые также повреждают посевы что у нас для этого есть у нас есть три инсектицидных протравителя это хорита имидор про и бомбарда которые обеспечат защиту на разном уровне разном уровне почему могут складываться разные условия для произрастания и для лёта и для произрастания и наличия оптимальных условий для развития растений и здесь я покажу почему стоит обратить внимание на выбор точнее обратить внимание на свойства препарата при их выборе это очень важно потому что многие об этом не задумываются применяют традиционно тимитоксан не понимая о том что действие его может быть закончится когда еще складываются условия для развития и распространения для развития растения и распространения вредителей посмотрите вот здесь табличные данные различных исследователей которые подтверждают они эти данные взяты не с потолка они подтверждают о том что период полураспада в кочу действующих веществ вот такой что мы видим что тут имидоклоприд имеет самый высокий период защитного действия и вы видите насколько эта зависимость может сыграть большую роль в защите точнее это продолжительность в защите растений от вредителей и хотел бы конечно показать влияние действующего вещества на степень подвижности препаратов растений здесь мы видим растворимость действующих веществ в воде это определяет в первую очередь системность препаратов системность препарата тимитоксама будет самая высокая за счет того что растворимость в воде у него самая высокая соответственно мы его должны уже ориентироваться его свойства ориентироваться при выборе протравителя особенно в засушливых условиях, где влаги минимальны в почве. Соответственно, за счет высокой системности, за счет высокой растворимости, ему будет меньше нужно влаги для того, чтобы он переместился в прирост и защитил растение. И, соответственно, остался в прикорневой зоне и защитил растение. Если мы попадаем уже в влажные условия, то имидоклоприд будет работать лучше. Не будет устойчив к растворению и смыву семени, вымыву его из растения, потому что растение пытается от него избавиться, как от чужеродного вещества, которое проникло системно в него. А фипронил будет оказывать наибольшую защиту за счет его низкой растворимости в воде и такой медленной системности, медленного перемещения. И первым продуктом, который у нас есть в линейке однокомпонентных протравителей, это Emidor Pro. Мы его сейчас разберем. Как раз-таки об этом свойстве я рассказал, что максимальная эффективность при отсутствии влетения у него происходит. В состав добавлены биоактиваторы и регуляторы роста, способствующие развитию корневой системы. А за счет низкой растворимости ЭДВ не смывается с поверхности семени и сохраняет высокую стабильность в околосеменном пространстве и не снижает эффективности при обильных осадках. Хорита. Темитоксам. Всем известное действующее вещество. Сходы под защитой темитоксама у нас практически у всех, потому что это самое традиционное и распространенное действующее вещество, которое применяют для защиты семян от вредителей. И высокая концентрация действующих вещества, продолжительная защита, период защитного действия, особенно в засушливых условиях. И особенно будет это ярко выражено при таких экстремальных сухих погодных условиях, как в прошлом году на юге складывалась осень. Применение хориты было оправдано. И летом наземных вредителей, и наличием влаги почвы. Бомбарда. Этот продукт у нас зарегистрирован не только на азимой пшенице. Он работает и по другим культурам, для защиты семян других культур. Бомбарда надежно защищает от комплекса почвенных и наземных вредителей, потому что вы видите, да, в составе у нас действующие вещества фипронил, имидоклоприд и темитоксам, которые как раз-таки подчеркивают вот эту продолжительность защиты. И вы видите, как они работают. Фипронил будет умеренная системность за счет его низкой водорастворимости и защиты околосеменного пространства. И имидоклоприд будет постепенно распределяться и медленно продвигаться по растению. И острое контактное кишечное действие, быструю системность окажет темитоксам. И хотел бы остановиться еще вот на таком вопросе. Делаете ли вы оценку полноты протравления своих семян? Знаете ли вы, сколько действующего вещества у вас на поверхности семени, у вас внутри семени? Для этого мы делаем оценку с помощью вот данных приборов и данных исследований, методик. Мы смываем действующие вещества с семени и определяем полноту протравливания. Она должна быть в диапазоне от 80 до 120%. И об этом мы чуть позже покажем видеоконтент, видеоматериал на своих ресурсах. Подписывайтесь обязательно и смотрите по данному контенту методику. Как определяется, как делается данная технология. Но это очень важный прием. Почему? Потому что мы должны знать, насколько у нас семена протравлены, насколько это будет оправдано, оправданы наши затраты. Не перетравливаем или не дотравливаем семена. Эта информация поможет нам отрегулировать именно протравочную машину. И не потерять в качестве защиты и обработки. И, конечно, последним блоком я хотел бы выделить питание и стимуляция семян. Для чего это нужно? Для того, чтобы обеспечить реализацию потенциала, дать мощную корневую систему, укрепить иммунитет и защитить от проникновения патогенов. Это усилит еще действие фунгицидов, поддержит растения. У нас в наших препаратах используется вот такой продукт. Это продукт метаболизма симбиотического гриба, эмистин. Мы его поставляем ко всем протравителям, которые не обладают физиологическим действием, а именно не содержат стробилурины. И там мы используем как добавку вот этот иммуномодулятор на основе гормона роста. Вот такие результаты получаются при применении фунгицидорегулятора роста эмистима. Совместно мы видим на 10-е сутки проращивания. Здесь лабораторные показаны модели проращивания зерновых. И на 14-е сутки. Как развивается корневая система в поле, вы видели в предыдущий слайд. И здесь вы можете посмотреть нормы, при которых использовался эмистим. Это 1 мл на тонну. И у нас, конечно же, есть питание в обработку семян. Почему важно питание в обработку семян? Что мы даем питанию? Мы, конечно же, даем наличие тех недостающих элементов питания в прикорневой зоне, около семянном пространстве растений. Тех микроэлементов, которые нужны для того, чтобы растение развивалось и, соответственно, питалось. Запас питательных веществ, конечно, есть в самом семени. Который обеспечивает прорастание и выход молодого проростка на поверхность. Но, тем не менее, те удобрения, которые мы положили рядом с семенем, или вместе с семенем, или где-то в сторону, растение еще не может брать. И если мы будем наносить те элементы, которые способствуют хорошему прорастанию и питанию, мы увидим результат. Это и стимуляция за счет аминокислот, это и полисахариды, которые участвуют в набухании зерна, и макро- и микроэлементы, которые необходимы растению в первые дни жизни. И у нас есть такой продукт, как биостимстарт. Используйте его, получайте вот такие дружные, хорошо развитые растения, которые выровнены будут по посеву, будут иметь хорошую конкуренцию с теми растениями, которые не обрабатываются элементами питания и стимуляторами. И, соответственно, будут иметь высокий потенциал в дальнейшем получения урожая. И вот такие схемы по питанию растений мы предусматриваем. И, конечно же, хотел поговорить о том, что вся информация, которую я сегодня рассказала, которую вы слышите с наших социальных сетей, с наших платформ, есть в нашем приложении, которое будет доступно обладателям систем Android, обладателям систем iOS, для скачивания вот здесь на экране QR-коды. Можете скачать приложение позже, можете сделать скрины экрана и скачать позже. Можете с тем, кто смотрит нашу трансляцию с ноутбуков или каких-то других, сосканировать онлайн, с других ресурсов сосканировать онлайн и перейти в наше приложение. Там будет вам доступна вся информация по средствам защиты, по специальным удобрениям, по феромонным ловушкам, по совместимости препаратов между собой, как их можно смешивать, нельзя ли смешивать, по системе вообще защиты отдельной культуры, по вредным объектам, как идентифицировать это в поле. И, конечно же, калькулятор расчета препаратов. Сколько препаратов нужно вам, чтобы сделать обработку именно в ваших площадях. А теперь, конечно же, я хотел обратиться к своим коллегам, которые, наверное, смотрят за нашим чатом, которые есть у нас в Телеграм-канале. Вы, конечно, можете задать вопросы уже и посмотрев нашу трансляцию, нашу запись. Она будет доступна для тех, кто не подключился сегодня к вебинару и дальнейшая хочет прокомментировать и задать свои вопросы. И сейчас я перейду в Телеграм-канал и посмотрю, какие вопросы у нас там были. Так, смотрим комментарии. Ну вот, я тут вижу комментарии, что пишут, хотим на азимую пшеницу Тебу 60 и Биостим Старт плюс Зим 500. Стандартная схема Паларис и Бенозол по листу осенью. Угу, поясняет. Михаил, Михаил, я хотел бы, конечно же, получить вводные данные. Если бы вы больше написали о том, по какому предшественнику вы планируете высевать азимую пшеницу, почему остановились именно на однокомпонентном Тебу, да, в составе которого есть и Буканозол, с чем это связано. Какой предшественник, во-первых, какие семена, делаете ли вы фитоэкспертизу. Биостим Старт, конечно, использовать, это даст вам фору в развитии, но, возможно, однокомпонентный продукт Тебу 60 не обеспечит защиты от почвенной инфекции, если у вас предшественники особенно пузыревозоопасны, либо колоссовые, либо есть вероятность заспоренности семян как такими патогенами, которые могут спровоцировать заболевания, да, при корневой зоне и корневой зоне. Нам нужны вводные данные, чтобы ответить на этот вопрос. Вообще, этот продукт используется в регионах, и все те, кто использует однокомпонентный Тебу Канозол, в первую очередь защищают семя от поверхностной и внутрисеменной инфекции. Обеспечить в данном случае вы сможете только физиологические применения Биостим Старт, но вот АЗИМ-500 осенью, ну, как обязательный прием, тут, конечно же, нужен мониторинг, смотреть, что у вас будет по заболеваниям, какие будут проблемы с прикорневой зоной. АЗИМ-500 можно использовать, а, вы пишите, что осенью используете. Ну, на самом деле, применение осенью ЗИМ-500, это, конечно же, говорит о том, складываются ли условия для применения фунгицида, можно ли сделать обработку данным фунгицидом осенью. Если у вас такая практика есть, и вы таким образом снижаете стоимость затрат на обработку семян, пожалуйста, применяйте. Но, опять-таки же, нужны вводные данные. По какому предшественнику, какой у вас анализ по фитоэкспертизе семян, и на какую вы ориентируетесь, конечно, урожайность. Потому что, если у вас урожайность невысокая, то, конечно же, применять и повышать потенциал зерновых через прием протравления семян на низком фоне минерального питания и низких урожаев будет нецелесообразно и экономически неоправданно. Поэтому пишите комментарии под данным постом. Мы постараемся ответить и дать развернутый ответ. Я, конечно же, хочу подвести итог нашей сегодняшней встречи тем, что выбирайте правильные действующие вещества, отталкивайтесь от условий, которые складываются у вас в хозяйстве, выбирайте правильные предшественники. Если у вас не получается это сделать, применяйте правильные продукты, которые помогут защитить на этих предшественниках неблагоприятных ваши будущие растения, ваши семена и будущие растения. Применяйте стимуляцию для развития семян. И, конечно же, подключайтесь к нашему вебинару, который тоже скоро состоится по биопрепаратам. Ждем от вас комментариев. Хороших вам урожаев. И, конечно же, до скорой встречи.